Нету ничего и без него справимся. Меня зовут Дмитрий Дерунец и главная футбольная программа на главном спортивном радио страны стартует прямо здесь и сейчас. Пишите нам в вайбер ватсап 8 9 2 5 2 2 2 2 93 и 2 и конечно же смс портал 55 33 в начале слова спорт. Читаю с удовольствием и ваши сообщения на нашей страничке вконтакте. Естественно огромное количество событий произошло за те две недели, что Александр Викторович не был здесь на студии, но главное наверное для спартаковских болельщиков произошло уже сегодня. Главное долгожданное в принципе могло произойти еще пару месяцев назад, но случилось только сейчас, что вряд ли, скажем так, доставляет удовольствие спартаковским болельщикам. Почему? Потому что поздно. Очень поздно и по сути лишь, ну, какое-то количество времени будет меньше месяца даже у спартака на то, чтобы этого парня Лоренцо Мельгарехо внедрить в игру спартака. Гим, ты говоришь, меня две недели не было, да? Я был в прошлый понедельник. А, да. Все верно, я пропустил прошлый понедельник, да. Позапрошлый. Ну ничего, тем более все равно за неделю это разберемся. И так, Лоренцо Мельгарехо, тем не менее, по сравнению, что с прошлым, что позапрошлым понедельником мы все с вами говорили о таком сослагательном наклонении, и когда, наконец, чего, как, и вот он перешел. Сегодня уже стало известно официально. Самое интересное, что гендиректор Кубани ничего не знает. Это только у нас, может быть. Он официально переходит в СССР, с информацией в один голос. Говорят, что он подписал договор, там, кто как, договор, контракт на 4,5 года, там, называют его зарплату, да, сколько он будет получать. А гендиректор Кубани ничего не знает. Ну, уже, на самом деле, на официальном сайте Кубани уже есть это сообщение. Думаю, теперь он в курсе. Вот. Ну, давайте попробуем порассуждать, насколько это большая потеря для Кубани, и насколько это серьезное приобретение для Спартака. Давайте кое-какие еще данные вам еще раз оглашу. Итак, 25-й номер берет Лоренцо Мельгарахо в новой команде. Напомню, что, кстати, Кубань его провожает и на официальном сайте российской футбольной премьеры лиги статус Мельгарахо защитник. Напомню, это, в общем, именно его статус, когда он приходил в Кубани, наверное, в России он как-то меняться и не может. Вот. Поэтому он защитник, на самом деле, хотя его берут как нападающего, да. И сегодня он уже вылетел в Марбелью, где продолжается второй сбор московского Спартака. Напомню, первую часть сезона в составе Кубани Мельгарахо провел очень удачно. 16 матчей, 8 голов и 2 результативные передачи, конечно, от него не ждали такой результативности. И именно такая результативность привела к тому, что к нему был вот такой вот повышенный интерес. Ну вот эти цифры как раз и говорят о том, цена его для Кубани. С учетом того, что Кубань сейчас внизу и Аршавин ушел, Павлюченко выбыл там, у него травма на достаточно продолжительное время. Вот. А это ведущий игрок был, причем он очень хорошая результативность. Видишь, он и забивал, и отдавал. Универсальный футболист, мы о нем уже говорили, да. Поэтому для Кубани это большая потеря, на мой взгляд, особенно в том положении, в котором они находятся. А для Спартака это приобретение, потому что это универсальный футболист. Но он, правда, заявил сейчас, что ему, он играл и центрального защитника, и крайнего защитника, и хавбека атакующего, крайнего. Вот. Но ему больше понравилось играть нападающего, как он говорит. Теперь посмотрим, посмотрим, какая функция у него будет в Спартаке, какое место. Вот. Тем более, что Спартак заявил, что они еще ищут одного нападающего. Да, действительно. Кстати, вот если сейчас все-таки обратить внимание на Кубань, потому что Кубань в эти минуты играет. Сегодня и Спартак играет против Краснодара. Немножко зацепим эту игру. В 18.30 она стартует. Кубань сегодня играет с молдавским шерифом. И встреча уже вовсю развивается. Заканчивается первый тайм. Ничья 1-1. И вот даже если посмотреть на заявку Кубани на эту игру, ну, прямо скажем, сложно. Сложно представить, кто же будет играть в Кубани в долгую. Завтра у Кубани игра против Урала. И все основные силы будут сконцентрированы на нее. Ну, чтобы проверить себя в настоящем бою, скажем так, в матче против команды Премьер-лиги. А вот сегодня состав Дмитрий Стажила в Ротаре. Получается, третий. Фролову они отправили тренироваться молодежной командой. Белинов пока в этой игре не принимает участие. Манолев, Армаш, Клещенко, Лобкарев, Якуба, Концедалов, Коновалов, Зотов, Жураховский, Майрович. И вот он в стартовый состав. Конечно, еще расскажу, не основной. Но в любом случае тяжело понять, за что же все-таки будет цепляться Кубань. Где те лидеры, которые подащат команду? Здесь есть игроки стартового состава Кубани, да. Но, ты знаешь, Шериф это неплохая команда. С ней не так просто играть. И поэтому то, что вот не стартовым составом, не основным своим составом они сейчас играют в ничью. Это как раз видно для Кубани неплохой результат. И, видимо, видно, что они уже неплохо готовы. Потому что наверняка Шериф играет стартовым составом. Да, здесь факт. 1-1 пока что завершается первый тайм. Напомню, что защитника Георгия Зотова подписала Кубань чуть раньше, 26-летнего. Воспитника, кстати, московского Спартака. И в этом сезоне он играл в составе Махачкалинского Анжи. В общем, такие сложные достаточно переходы в составе Кубани. И, откровенно говоря, пока не очень понятно, где же тот самый стартовый состав. И где те лидеры, которые будут Кубань тащить за собой. Потому что подвисли и вратарь Белинов, и полузащитник Игнатьев, который тоже вел Ткачев, уже ушел. Игнатьев вот-вот, видимо, собирается уйти. Непонятно, где зависла его трудовая книжка. Довольно свободно сейчас на улицах Москвы. На удивление, 2 балла по оценке портала Яндекс. Пробки крупнейшие на международном шоссе. Будьте внимательны, те, кто едут в аэропорт Шереметьево. На Савихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Полчаса вы тут потеряете. Ну и традиционно уже начинаем толкаться на шоссе энтузиастов. От 3-го транспортного кольца до проспекта Буденного. Здесь скорость потока всего-то 9 км в час. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА С вами Дмитрий Дерунец. И, как всегда, у нас в гостях по понедельникам наш любимый эксперт Александр Бубнов. Александр Викторович, вам вопросов огромное количество. Вайбер, ватсап, 8925222293.2. Верите ли вы в теоретическую возможность вылета «Динамо» в ФНЛ по итогам сезона? Нет. Я не верю. Хотя, если брать сейчас, рассматривать и ситуацию, и положение команды на сегодняшний день, то теоретически это можно предположить. Но, судя по тому, как они настроены, судя по тому, как они играют и как они готовятся сейчас на сборах, хотя они в шоке были от того, что Жирков и Кокорин покинули команду. То есть, они не ожидали, они... Забнин говорит, что мы отходили два дня от этого известия. То есть, это были ведущие игроки, на них очень рассчитывали, и на худой конец надеялись, что они только летом уйдут. А это случилось неожиданно для команды, и поэтому они в таком растерянном даже состоянии находились. Но, тем не менее, сейчас они играли контрольный груз, он же 2-0 выиграли. Ну, надо сказать, Александр Ильич, я просто прибью, даже так, чтобы в качестве диалога, но надо сказать, что Анжи просто жуток, жуток был вообще, ну, кошмарно выглядела команда. Он может быть, Дим, команда, может быть, выглядела кошмарно, это проблемы Анжи. Вот, но я посмотрел по составу, там у них стартовый состав играл. Да, в целом, да. Да, а московская «Динамо», видишь, два лидера потеряла, плюс Погребняк получил травму перед этой игрой, не играл. И там Ионов только один впереди играл. Тем не менее, в «Динамо» надеются, что будет пополнение, и пополнение качественное. И поэтому, я думаю, там в «Динамо» никто не сомневается, что команда не вылетит. С другой стороны, это не те задачи, которые должна команда играть. И, по большому счету, этот сезон уже провален. Хотя, Дьяков, мы с тобой знаем, да, он заявлял, что мы один из трофеев выиграем, потому что они продолжают играть в кубке, правильно? Московская «Динамо». И если они кубок выиграют, то они могут в Еврокубки попасть. Ну, посмотрим, конечно. И кубковая судьба, она очень тяжелая, потому что здесь и Амкар в гостях, который выше в турнирной таблице находится. Затем «Зенит Кубань» победитель пары. Ну, и с другой стороны, ЦСКА вовсю идет к дублю и наверняка будет планировать золотой дубль. Я думаю, что кубок – это матч, с которого начинается этот сезон, и, безусловно, уже к пермской игре. Думаю, что «Динамовцы» хотят подойти в хорошую физическую форму. У них есть цель. Цель на этот сезон. То, что сезон они уже завалили, и то, что они через чемпионат в Еврокубки не попадут, это совершенно точно. Там задача как минимум. Ты знаешь, московская «Динамо». Да? Вот, поэтому здесь у них вот, если брать цель, цель, не ставить же перед командой цель, там, не вылететь из высшей, из премьер-лиги, тем более для такой команды, как «Динамо», правильно? Значит, цель для них сейчас кубок, а через чемпионат они будут готовиться к кубкам. Но, зная, зная, как Кобелев может подготовить команду, и тем более сейчас команда очень серьезно на сборах работает, мне не верится. Я не допускаю того, что московская «Динамо» покинет премьер-лигу. «Динамо» вылетит в этом году из премьер-лиги столько вопросов именно по этому поводу. «Инсайд» от Нобеля прокомментирует о том, что могут уволить Оленичева за место, которое не гарантирует Еврокубки. Ну, то есть, собственно говоря, за четвертое место. За все, что будет ниже четвертого. Перед Оленичевым сейчас поставлена конкретная задача попасть в Еврокубки. И вот здесь, если он эту задачу не выполнит, то у него могут быть проблемы. Мы с тобой об этом говорили. Продолжайте писать. 8925222293.2 Сегодня много внимания будем уделять как раз вашим вопросам. Порт ФМ. 620-46-64. Код Москвы. 495. Он доплыл до первого разряда по плаванию. Он доигрался в кутаистском торпедо до перелома. Он выбежал на поле во время матча России-Португалии на Евро-2004 по футболу, потому что был против удаления Овчинникова. Он от Аркушанашвили. А что вы сделали для российского футбола? Слушайте 100% утра на Спорт-ФМ утром. Спорт-ФМ. 100% футбола. 100% футбола. Для вас работает Дмитрий Дерунец. И, как всегда, у нас в гостях по понедельникам Александр Бубнов. Пишите нам в Вайбер-Ватсап 8-9-2-5-7-2-2-2-2-2-9-3-2. И наш СМС-портал 55-33 в начале слова «Спорт». Много говорит сегодня о том, что вот нигерец Илонары действительно в своем Инстаграме сообщил о переходе в ЦСКА. Он уже это сообщение удалил. Обратим на это внимание. Да, поэтому здесь... Да, это несерьезно, когда в Инстаграме, там, в Твиттере что-то пишут. Есть официальное заявление клуба. И сейчас вот информация от ветерана ЦСКА Пономарева. Он был в клубе. И он... Говорит, да, про 90% широкого. 90% широкого говорит. А про этого нигереца он вообще там... Даже разговоров никаких не было. Поэтому это все, так, знаешь, как пиар... Само пиар через СМС-информацию. Поэтому мы к этому серьезно не относимся. Для армейцев тоже три недели до возобновления сезона. Потому что ЦСКА тоже играет на кубок против Уфы. И, конечно, хочется, наверное, Ильяне Дуслуцкому быстрее-быстрее получить футболиста нового нападающего в свое распоряжение. И чтобы каким-то образом уже решилась судьба Романа Широкова. Много вопросов по нему, кстати, тоже у нас на Viber и WhatsApp. Ну, друзья, мы что-то новое здесь не скажем. Вот прямо сейчас, здесь и сейчас, скажем, ага, он стал на 95% игроком ЦСКА. Ну, понятное дело, что это самый вероятный и по-большому единственно возможный внутри России переход для Романа Широкова. Дим, мы только можем сказать, что вот как развиваются события. Один сбор он уже пропустил, сейчас и второй сбор может пропустить. Да, есть факт, что он тренируется, конечно, по индивидуальной программе. Но это все не то, да. Это, конечно, даже если, это же, наверное, работа без мяча прежде всего, да. Не, но он может и с мячом работать. Главное, вне каких-то построений тактических. Да, и самое главное, не в том ритме, не с теми нагрузками, самое главное, игровой практики нет. А сейчас как раз время контрольных матчей наигрывания состава. Вот, и потом приходить и играть сразу с листа. Вот, но не знаю, видишь, как в сборной, в сборной его тоже Капелло приглашал. Он не играл в состав по тем или иным причинах, не попадал. Вот, тем не менее, он вышел и в решающих матчах сыграл. Поэтому, может быть, Сулутский уверен в нем и надеется на него. Но посмотрим, не так много времени осталось. И уже потом, если вдруг, как говорится, он будет играть сразу в стартовом составе, то тогда посмотрим уровень его игры. Это сложно, конечно, представить. Армейцы достаточно крепко выглядят в тренировочных матчах. И вот еще одна победа была одержана молдавским клубом «Дача». Конечно, для того, чтобы в такой достаточно консервативный клуб, как ЦСКА, сразу попасть и заиграть с листа, сложно. Удивляюсь, знаешь, только что. Вот сейчас вот контрольные игры все проводят, да? Я не знаю. Ну, в общем-то, соперники такие, все посредственные. И по ним... Александр Ильич, а давайте вспомним, с кем мы раньше играли. Украинских клубов было много, да, в соперниках. Помните, Кубок Первого канала, «Шахтер», «Динамо Киев». Сейчас мы с ними не играем. Но, Дим, «Шахтер», «Динамо Киев» — это не те команды, с которыми сейчас играет ЦСКА, «Спартак». Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вот я вот посмотрел, сейчас «Зенит» кубок выиграл, да? Вот. С «Нарчопингом» я посмотрел, да? В первом тайме «Нарчопинг» никакой был, да? Вот как я видел, да? Я даже второй тайм, после первого тайма я не собирался смотреть. А в результате что получается? Еле выиграли. 2-2 и еле и выиграли, да? Сейчас играют в финале снова со шведским клубом, но эту игру я не видел. Ничья и по пенальти только выигрывают. А до встречи с «Бенфикой» остается совсем немного, правильно? И обрати внимание, и после той встречи с «Нарчопингом», и сейчас после финала, «Вилашбош» говорит, и «Халк» тоже говорит, мы сейчас все бросим на то, чтобы подойти в наилучшем состоянии к «Бенфике», да? То есть на сегодняшний день, в том состоянии, в котором они находятся, да, получается, что «Зенит» еще не готов с «Бенфикой» играть. Больше того, «Бенфика» очень серьезно их просматривает, изучает, и там уже у них целый план, как «Халка» нейтрализовать. И представляешь, будет очень такая тяжелая игра с «Бенфикой». Три балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Прямо сейчас на улицах Москвы местами затруднение. Крупнейшее, не поверите, на проспекте имени Ленина, улицы Кирова от улицы Павлика Морозова до Октябрьского проспекта. Посмотрите, как в советское время вернулись Ленин, Киров, Павлик Морозов и проспект Октября. Шоссе энтузиастов от третьего транспорта кольца до проспекта Буденного тоже у нас в тренде этого выпуска о пробках, да? Да, и Волгоградский проспект от третьего транспортного кольца Довожского бульвара. СпортФМ. Сто процентов футбола. Много вопросов по разным клубам. Вот так вот мы в первые полчаса пробежались, и вот и «Зенит» уже задели, и «Динамо», и «Спартак», и «ЦСКА». Ну, наверное, в оставшееся время конкретизируем немножко, хотя есть интересные вопросы и по европейским чемпионатам, тоже, к сожалению, я хочу их обязательно ретранслирую. Объясните, пожалуйста, политику Кобелева по Бютнеру. Зачем в условиях нехватки игроков отказываться от классного хава? Ну, я тут с вашего разрешения отвечу, это исключительно финансовый момент, и все. У Бютнера очень высокая зарплата, и, избавляясь от него, избавляется от зарплаты. Мы на эту тему говорили. Больше того, Бютнер перешел в хороший клуб, и, в общем-то, он как футболист никак не пострадал. Да, ему в «Андерлехте» все рядом с родиной, поэтому собирается прогрессировать, выигрывать чемпионат Бельгии вместе с «Андерлехтом», возвращать чемпионство. Что касается «Динамо», если так в целом еще поговорить, в принципе, команда довольно уверенно смотрится на сборах, ни одного матча тоже не проигрывает. Ну, соперник серьезно был один, «Спарта», да, с ним сыграли в ничью. Вот, интересно, конечно, я вижу, как лидером команды в данных условиях становится Ташаев на левом фланге. Он, на мой взгляд, будет одним из тех, кто как раз и должен двигать «Динамо» вперед. Ну, вот смотри, Ташаев уже по осени неплохо выглядел. Вот, неплохо Забнин выглядит, и Забнин и забивает, и голевые моменты создает. Вот, Денисов остался, правильно? А вот тут, да, Денисов остался, но вот тут у нас просто 10 секунд осталось, как раз, может быть, следующий мостик, следующие полчаса. Вот роль Денисова, и опять же, Широков по-прежнему без клуба. Денисов вроде бы как тоже основной игрок сборной в клубе, но он не первую роль играет сейчас в команде Кобелева, по крайней мере, по этим матчам на сборах. Реклама Андрей никогда не думал, что способен влюбиться как мальчишка в свои 37, имея жену, ребенка и лабрадора. Это было на него не похоже. Влюбиться с первого взгляда, без памяти. А самое удивительное, что он никогда бы не решился дать воле чувствам, если бы... Если бы не поддержка жены, ребенка и в каком-то смысле лабрадора. Варшавская 141 и другие дома от группы ПИК. Влюбляйтесь. Проектные декларации размещены на сайте пик.ру На большие цели нужен большой кредит. Просто захотела и взяла. Просто кредит, просто на все, просто по низкой ставке. 16,4% годовых. Локобанк. Банк простых решений. КВ Локобанк. А у Генеральной Рецензии ЦБР-2707. Сколько это стоит? Мужчина, не толкайтесь. А до какого акции здесь? А через три месяца сколько это стоит? Подешевле. А это по этой же цене? Устал гоняться за спецпредложениями и акциями? Подключайся к онлайн. Всего 333 рубля в месяц за интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон. И мы фиксируем эту цену. 333 рубля в месяц. Навсегда. Подробности на онлайн.ру и по телефону. 8 800 707 80 00. Услуга телефонной связи тарифицируется отдельно. Powerhouse Telecom. Категория 6+. Надо брать Анискина, надо брать срочно! Анискина, Анискина, скоро будет дороже, дороже, дороже! Кеш, ты вот скажи, ты попугай или ворона? Ну что ты каркаешь? Да правильно он говорит. Пока дешево. Надо брать, брать, брать! Жилой комплекс Анискина. Квартиры от 1 миллиона 302 тысяч рублей. Проектная декларация на ЖК Анискина.РФ Когда Антон Палыч Чехов, работая врачом, прижигал ранку пациента йодом, тот говорил. Палыч жжет! А Петрович жжет, когда предлагает аккумуляторную дрель журуповерт Бош. Всего за 3490 рублей. Строительный торговый дом Петрович объявляет акцию Петрович жжет. Подробности на petrovich.ru Цена действительна до 27 марта. Количество товара ограничено. О, СТД Петрович, Москва. О, ГРН 114-774-659-08-59. Москва, улица Бутырский, Вал, дом 68-70. Строение 1. Откройте вклад «Энергичный процент» в Росэнергобанке. Это вклад до 12,5% годовых. Сейчас время для сбережения средств в надежном банке. Подробнее об условиях вклада можно узнать на сайте росэнергобанк.ру или по телефону 8 800 200 02 12. КБ РЭП АУ. Лицензия ЦБ РФ номер 2211. Устройте себе праздник. Хорошим ценам от «Эталон Инвест» повод не нужен. Квартиры в Москве и Красногорске от 72 тысяч рублей за метр. Комфорт-класс. Комплексная застройка. Развитая инфраструктура. «Эталон Инвест». Звоните. 37,5 восьмерок. 37,5 восьмерок. Код Москвы 495. Проектная декларация на сайте. «Эталон Дефис Инвест». Точка, Ро. Телефон рекламной службы «Спорт.ТМ». 620-46-64. До чемпионата мира по хоккею осталось 88 дней. До Евро-2016 – 123 дня. До Олимпийских игр. 179 дней. «Спорт.ФМ». 100% футбола. Всем привет еще раз Александр Бубнов, Дмитрий Дерунец. 2,55 коэффициент экспертов Винлайна на победу «Эспаньола». 3,19 на ничью и 2,91 на «Реал Соседат Баски». Чуть менее предпочтительны их шансы в этой игре по оценке экспертов Винлайна. Тотал меньше 2,5 – 1,70. Тотал больше 2,5 – 2,17. В общем, ожидается такой нормальный низовой матч. Для сравнения. 2,45 – ниже на «Эспаньол» у «МБ» 3,65. 3,20 на ничью и 3, ровно на «Реал Соседат». «Спорт.ФМ». «Спорт.ФМ». 5,5,3,3 в начале слова «Спорт.СМС». Портал вайбер. Ватсап 8,9,25,22,22,2,93 и 2. Продолжим еще немножко тему московского «Динамо» и ситуации с Игорем Денисовым. Вот, Александр Ильич, на ваш взгляд, то, что сейчас он... Вот, по крайней мере, по тому, что мы видим на сборах. А «Динамо» уже приличное количество матчей сыграло. Так, где-то он пропустил первую часть, поэтому не сразу вошел. Все понятно. Но вот не видится он не каким-то железным игроком стартового состава. Судя по всему, с учетом того, что Кобелеву Денисов вольвым решением был навязан, скажем так. Потому что там серьезный конфликт был, и не случайно Денисова отправили. Дублирующий состав. Поэтому вот та ситуация, которая сейчас сложилась, если между тренером и футболистом серьезный конфликт, а там серьезный конфликт был. Примерно такой, как и с Черчесовым. Вот, то если Кобелев не сделает здесь шаг навстречу футболисту, то Денисов у него, у футболиста в этом смысле такой возможности даже нет. Как он может шаг навстречу тренеру сделать, если он не хочет его видеть в составе. Поэтому ситуация непростая. Ясно, что если Денисов находится в оптимальном состоянии, на своем уровне, то он сильнее Соснина, который сейчас там играет на этой позиции. Больше того, для чего он навязан был Кобелеву? Для того, чтобы он, это игрок все-таки сборный, правильно? Вот. Поэтому вот здесь ситуация неоднозначная. И я не думаю, что Денисов сейчас сразу в состав стартового не попадает, вот даже в последней игре, из-за того, что он по мастерству уступает. Там может быть готовность, с одной стороны, хотя он на замену вышел. А с другой стороны, неприятие им Кобелева. Но в любом случае, вот сейчас вот если взять состав, и первый тайм, который играл, и второй тайм, то там практически все футболисты, которые по весне играли, и даже молодежь, и больше того, которые молодежь сейчас себя проявляет, вот сейчас Левин появился, да, потом Драгуна взяли, Драгун забил, да. То есть там нет таких футболистов, которые бы не нюхали пороха, и у них опыта нету игры. И поэтому для тех задач, которые сейчас перед командой стоят, несмотря на то, что они потеряли лидеров, вот. Я думаю, они с этой задачей справятся, и заодно еще, в общем, обыграют молодежь, выведут ее на хороший уровень, а уже тогда на следующий год, на следующий год будет время думать уже о движении вперед, о развитии. Да, действительно, впереди еще четыре товарищеских матча у Динамо на последнем сборе в Испании. И сейчас, сегодня команда вернулась в Москву, и будет получать несколько дней отдыха, потом пара тренировок в Новогорске будет проведена, и уже в пятницу команда вылетит в Испанию, и четыре матча проведет там. Один из них с ЦСКА, кстати, будет играть. Ну вот уже, да, вот по этой игре уже можно будет говорить о готовности и московского Динамо и ЦСКА. Точно так сейчас, мы с тобой уже на эту тему говорили, точно так можно будет говорить о готовности сейчас Краснодара к Лиге Европы по игре со Спартаком, вот сегодня они играют, потому что у Спартака еще время есть до игры с ЦСКА, тем более сейчас вот Менгареха подъезжает еще форварда. Да и вообще это будет менять Спартак у нас в ее наличии. Ну, конечно, конечно. А у Краснодара все. Сейчас вот этот тест и остается совсем немного до игры в Лиге Европы, и они уже должны быть в своем оптимальном состоянии на сегодняшний день. Да, ну давайте вот как раз назову, игра стартует в 18.30 по Москве, за первым таймом будем следить. Крицюк сегодня в воротах у Краснодара, получает шанс. Петров, Гранквист, Сигурдсон, Калешин, Оборона. Газинский, Перейра, Ахмедов, трио в полузащите в центре. Смолов, Мамаев, Ари. И это нападение, Смолов, Мамаев по флангам, видим, опять Мамаева, да, он подтягивает все время на край. И Ари на острие. Дороги Москвы переносимся, стремительно становится хуже ситуация. Местами затруднения 4 балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Крупнейшая на полчаса на Волгоградском проспекте от моста через железную дорогу до Волжского бульвара. Минское шоссе от Умкада до Можайского шоссе. Шоссе энтузиастов от третьего транспортного кольца до улицы Уткино. Везде будете под полчаса терять. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. Мы продолжаем. Александр Бубнов, задавайте свои вопросы. Вайбер, Ватсап, 8925222293.2. И смс-портал 5533. В начале слова «Спорт». Много вопросов по локомотиву. Вы знаете, Александр Ильич, и Алексей вот интересуется, что делает Локо Безнияса. Появится ли в премьер-лиге плеймейкер уровня Ласькова. Как оцените форму Локо перед игрой в Стамбуле. Справится ли локомотив с давлением трибун. Доводилось ли вам играть на выезде против Фенербахче, Галатасара или Бешикташ? Давайте с последнего вопроса начнем. Против турецких клубов на клубном уровне не играли. Против сборной Турции играли. Я помню, когда только начинал сборной играть. Мы там играли в Стамбуле. 1-0 выиграли. Если мне память не изменяет. 1-0 может быть больше 2-0. А так против турецких клубов не приходилось играть. Но мне, я и на уровне молодежной сборной против сборной Турции играл и знаю, что достаточно квалифицированные футболисты, а тот ажиотаж сейчас, который в клубах. И так как болеют турецкие болельщики, то там любой команде непросто играть именно в Турции. Если какой-то, знаешь, недонастрой, пренебрежительное отношение к туркам несерьезное, то уже не раз многие даже гранты за это теряли очки, оплатились и в любом случае сейчас вот Локомотиву в той ситуации, в которой он оказался, будет очень непросто играть. А как вообще? Вот вы говорили, что следили за играми Локомотива. Все-таки это некий кубок был, и более-менее серьезный антураж на том предсезонном сборе, в котором участвовали и Локомотив, и Зенит. К слову, они одновременно играют в свой первый матч против Бенфики в Фенербахче. Локомотив не смог выйти в финал, правильно? И вот то, что я говорил, что Шкулетич, чтобы он там не говорил, он заявил, что сейчас вот типа Ниас ушел, вы увидите меня во всей красе, да? Все равно Шкулетич по своим параметрам и техническим, и функциональным, это не Ниаса, и я говорил, что потеря Ниаса очень сильно сказывается. И как раз вот уже даже сейчас вот на этих сборах подготовительных, да, это чувствуется. То есть, если они не найдут футболиста равноценному Ниасу, то у них проблемы... Ну, давайте так, уже не нашли, и на Лигу Европы точно не заявят. Ну и все, это атакующий потенциал Локомотива, значит, снизится, и это может сказаться негативно тоже и в чемпионате России. В чемпионате понятно. На ваш взгляд, вот сейчас против Фенербахче, кто будет фаворитом? Фенербахче. Матч с Локомотивом, да? Да, потому что они... Ты знаешь, что такое Фенербахче сегодня, да? Ну, вообще, честно говоря, от этих многочисленных турецких покупок больше шуму. Вот так, если что же, правду говорить. Никаких там суперколлективов и прям классных клубов не складывается пока. И Фенербахче, в общем, тоже не на пике, прямо скажем. Не на пике, но тем не менее, они в большем игровом режиме, правильно, находятся, чем Локомотив. И сейчас первую игру... Где Локомотив играет? А выездим, да. Вот, вот, по этой первой игре уже будет видно соотношение сил. В любом случае, в любом случае, Локомотив очень тяжело играл с турецкими клубами, что мы видим. Ну, играл и все-таки, ну, сумел не проиграть, да, и там, и все-таки финишировал выше Бешик Таше. Действительно, конечно, мы абсолютно понимаем, что будет очень тяжело с точки зрения атмосферы. Вот, думаю, кстати, с этим давлением уж Локомотив точно должен справиться. Вопрос, действительно, по нападению. Я, как ни следил, не вижу, честно говоря, мелькала мысль такая, почему бы не попробовать вернуть Майкона на острие атаки, ведь он играл нападающего у Локомотива. Но все-таки, мне кажется, Черевченко видит его, прежде всего, крайним форвардом и более... Барселона играет, и, в общем-то, клубы, естественно, смотрят, чем хороша эта модель игры. Ну, во-первых, действительно, когда идет атака, то мы, как минимум, трех человек имеем в атаке, правильно? Вот. Плюс здесь активно по флангам подключаются крайние защитники. Вот уже пять человек, и вот этот кулак в середине из трех полузащитников центральных, которые и страхуют, и поддерживают там у них, между ними функции распределены, там такой, знаешь, организованный беспорядок, то есть серьезное движение такое в середине поля, вот это все наигрывается. Поэтому ничего удивительного нету, и вот эти... Вот эта модель игры, она направлена... Вектор направлен, в первую очередь, на такую, на тотальную атаку. Хотя результат, конечно, добивается команда, которая даже вот при таком... При такой модели игры все-таки балансированно играет и в атаке, и в обороне, и крена какой-то в одну сторону. Нет, конечно, и вот эта модель игры еще позволяет, позволяет вести активный прессинг на половине поля соперника. Другое дело, все зависит от исполнителей, которые играют, но вот по тому, как мы видим, здесь ничего удивительного нет, что гранат появился, потому что гранат, он более опытный игрок, чем Кутепов, и тем более игрок национальной сборной. Поэтому, если у него со здоровьем все в порядке, ну вот, так и должно было произойти. На флангах играют тоже игроки уже наигранные, правильно, в «Спартаке» опытные. Средняя линия, средняя линия Рамула и с Глушаковым, они в прошлом году вместе уже играли. Вот сейчас появился Зотов, он более-менее стабильно уже выступает. Вот, это лишний раз говорит о том, что он к 2-2 пришелся. Ну и впереди, впереди промыз Попов за Луиш на сегодняшний день. Это оптимальный состав. Другое дело, когда Мельгареха появится. Вот куда? Интересно будет. Да, Мельгареха, Мельгареха можно, но с учетом... Понятное дело, что это повышается конкуренция. С учетом того, что он сказал, что ему больше нравится играть в нападении, да, хотя Оленичев может его и универсализм использовать, более таком, в широком диапазоне использовать, да, но мне кажется, вот появление Мельгареха, это, или будет, может быть, два форварда. Два форварда. Вот здесь как раз для маневра тактического с появлением Мельгареха появляется несколько вариантов, да? Ну, то есть условно, условно, давайте вот к этому составу приложим, ну, давайте просто, чтобы поразмышлять, и чтобы болельщикам было понятнее, да, которые пытаются сейчас понять, куда же встраивать Мельгареху. То есть мы знаем, что Спартак и Оленичев, в принципе, любят варьировать тактики. И вот давайте действительно проясним, 4-4-2, что такое это восполнение Спартака? Словно, Зотова или Ромула убирают. Убирают, да, туда переходит Попов. Попов получается вторым таким оттянутым форвардом, да? Нет, нет, нет. Или как? Если Мельгареха с Зелуишем играет впереди... А, вы все-таки форвардом считаете Мельгареха и Зелуишем. Вот здесь, не, вот я тебе говорю, там 4-4-2, да? Тогда получается двоих из центра поля надо убирать, если вы хотите второго Попова туда. Ну да, здесь перестроение будет, там еще будет... А кого же на фланг-то тогда? Ну здесь правда... А? А кого же на фланг-то тогда, если 4-4-2? 4-4-2, кого на фланг? Да, в полузащите. Не, ну вот вы говорите, за Луишем и Мельгареха в нападении. Хорошо, это двойка нападения. Вот назовите мне тогда четверку полузащиты. Ну, четверку полузащитников... Глушаков, Попов. Глушаков, Попов, Промес, Зотов. А кто на фланг-то будет играть? Ну здесь, здесь, здесь не обязательно на фланг-то играть. Или Ромбов? Конечно. Здесь варианты, я тебе и говорю, для тактического маневра варианты большие. Или же он будет играть, или же он будет играть инсайда такого, да, больше с фланга, как он в Кубани тоже периодически играл, да, вот, тогда здесь просто Попов передвинется в середину и все. Здесь вариантов много. Будем смотреть, к какому будет склоняться Оленчев. Тем более, тем более, если Спартак хочет еще одного нападающего приобрести, представляешь, что... Ну вы помните, что Оленчев говорил, он говорит, это уж если очень повезет, то возьмем второго. Да и Родионов сейчас говорит, мы ищем, но может быть, не очень верю. С другой стороны, ты слышал, да, что Оленчев в свое время говорил, что я приверженец игры с двумя форуарами. Ну ведь и эту тактику по-разному назовем, можно и в три, можно называть, что это в три форуарда играет. Местами затруднения 4 балла по оценке портала Яндекс.Пробки сейчас на улицах Москвы. Крупнейшая пробка по-прежнему уже более получаса потеряет Волгоградский проспект от моста через железную дорогу до Волгоградского бульвара. Скорость потока 8 километров в час. На МКАДе будьте внимательны на внутренней стороне от Алтухевского до Осташковского шоссе. 25 минут будете ехать. И улица Миклуха Маклая от Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта 24 минут. По-прежнему мы в студии здесь Александр Бубнов Дмитрий Дерунет спорим о том как же все-таки инсталлировать Лоренцо Мельгарехо в игру Спартака Мельгарехо налево Глушаков вместо Зотова в опорную зону Попов Инсайт Вот нам что здесь ну мы здесь здесь Дима еще знаешь что смотреть нужно смотреть Лемиджи если правильно и если Бакетти играет Ромула играет да это два человека да и плюс четыре человека Промес Зелуиш Попов Мельгарехо вот пожалуйста вот шесть легионеров да будем плясать от этого а остальные российские футболисты и в зависимости давайте еще раз легионеров то есть перечислим Бакетти Ромула ну Ромула кстати под вопросом мне кажется он может такой быть не сто процентов давайте сто процентов так назовем Бакетти подожди подожди в последнее время Ромула все время играл ну все таки он менялся но если мы Ромула пока был Шерлоков еще помните если мы Ромула убираем из состава да то тогда пять легионеров ну давайте железных назовем Бакетти точно Промес точно Залуиш Залуиш точно Фу Попов да 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 Евелин Попов да вот четыре четыре еще двух легионеров представляешь мы можем в состав вести поэтому я тебе еще раз говорю особенно с группой атаки у Оленичева сейчас будет большой простор для маневра да а с другой стороны вот посмотри и Камбаров и Паршевлюк и Гранат это все российские футболисты опытные которые уже наиграны в составе поэтому здесь вот Оленичеву как раз нужно оптимальный вариант стартовый найти и сейчас у него для этого возможностей больше чем когда было начало чемпионата в чем будем следить через полчаса старт игры между Спартаком и Краснодаром естественно наши коллеги Артем Дроздов и Алексей Золин доведут обязательно для вас этот матч до конца но мы начнем первый тайм последим много вопросов по Уралу по Зениту по ЦСКА ну и вот по Лестеру в том числе вы вообще следите за английским за Лестером Лестер последнюю игру я посмотрел с Манчестер Сити и они конечно на меня я и так раньше видел помнишь когда здесь букмекерские ставки да помнишь Лестер Лестер так все-таки знаешь как же ждали когда же они повалятся да то есть никто их серьезно не воспринимал точно так как сейчас и Ростов серьезно не воспринимает но как раз вот Ростов это может быть аналогию с Лестером можно будет проводить посмотрим тем более они очень серьезно готовятся да но вот по матчу с Манчестером они очень большое впечатление произвели во-первых вот этим сразу активной игрой этим прессингом и вот то как они переходят из обороны в атаке на скорости и там практически практически вот они очень сильно отличаются в этом плане от многих особенно фаворитов английской премьер-лиги в том смысле что они очень быстро переходят от обороны к атаке и на очень хорошей скорости и такой как раз вот группа атаки она вся скоростная и такая креативная и вот в этом плане они потом вот как раз и разорвали практически сити в конце хотя хотя два гола они забили со стандартов но эти стандарты как раз угловые те же самые были после того когда они очень опасно прорвались на скорости и вот они нашли знаешь как ту золотую середину когда можно быстро мяч вперед доставлять и длинными и короткими передачами и на скорости и при этом при этом очень здорово дриблинг используют разрывают этот прессинг и сити по сравнению с ними он казался вообще тихоходный и они просто-напросто перебегали и Ранель такую вещь сказал мы не побоялись мы не побоялись сити на их поле играть на победу то есть они выходили и на победу играли хотя хотя там временами сити оказывала большое давление на них но ты знаешь они очень грамотно оборонялись и после отбора мяча после отбора мяча там не просто засаживали вперед а там все на цели наибрило и на скорости они выходили и сити с этим ничего не мог поделать не мог справиться и Лестер на протяжении всей игры выглядел очень здорово короткий вопрос вы считаете Лестер реальным претендентом на чемпионство сейчас как ситуация складывается но я могу сказать на сегодняшний день что я могу сказать что они в лигу чемпионов попадут а для них это самое главное то минус одного пасмурно местами небольшой снег спорт.фм 100% футбола Александр Бувнов наш любимый эксперт у нас в гостях как всегда по понедельникам меня зовут Дмитрий Дерунец еще час футбольной программы на волнах спорт.фм ну и вот так вот пространным монологом о Лестере в исполнении Александра Викторовича который вот вы видите как внимательно следит еще за английским первенством то у нас мы закончили предыдущий час вы тут же спрашиваете какие коэффициенты давали на победу Лестера в чемпионате перед стартом сезона что-то вроде 1 к 500 по-моему около того больше того они в прошлом году на вылет стояли конечно да ровно год назад это была абсолютно просто противоположная картина конечно это удивительное чудо от себя добавлю что Лестер конечно залог успехов это отсутствие травм и невероятная физическая форма потому что вот вы говорите как они быстро выбегали в контратаке а я еще обращал внимание на то что при обороне уже все сзади уже все сзади причем в 2 эшелона при стандартах просто в 2 раза больше людей нежели игроков сити ты видел там хоть одного свободного художника который освобожден от оборонительной работы вот то что то что мы с тобой говорим хотя там вот этот японец да он и забить может и как плеймейкера может исполнить да вот потом Морест Вилчо творит а Варди что творит на какой скорости они постоянно открываются и обрати внимание там все длинные передачи доходят и они практически сзади варди цепляется как мяч не катают представляешь очень быстро на ходу переходят и могут и в короткий и в средний пас сыграть но самое главное вот когда их начинают прессингом накрывать а их же сити пытался прессингом накрывать и во второй половине они уже пошли вабанг они очень организованно оборонялись а потом вот эта нацеленная передача на Варди он цепляется за мяч и там сразу 4 человека как минимум на большой скорости идут больше того ты видел там моменты когда они за счет дриблинга обыгрывали и вообще игрок тащил мяч со своей половины поля чуть ли не до штрафной на скорости не боясь и сити ничего не мог сделать ну вот это конечно невероятная тренерская работа по крайней мере так видна да действительно абсолютно правильно говорить что никто не освобожден но при этом люди есть которые это могут творить конечно не работяги такие и вот в этом сейчас вся и сложность и весь как говорится секрет в этом и заключается что сейчас практически вот в средней линии да все игроки должны уметь прессинговать и организованно обороняться причем это делать на хорошей скорости и очень большой объем работы вот этой черновой выполнять да и в то же время они должны быть технически технически хорошо оснащены чтобы за счет дриблинга выйти из-под прессинга за счет точной передачи за счет точного держания мяча при выходе при выходе представляешь там же тебе сзади не дают катать тебя прессингуют значит ты все время и вот ты обратил внимание я на это обратил внимание то что нет у нас у многих команд даже даже у фаворитов все-таки мы медленно развиваем атаку и тот же зенит медленно вот сейчас вот когда на турнире вот этот смотрели раньше то есть они очень много мяч сзади держат а здесь нет здесь моментальный выход или с длинной передачи когда вот эту всю группу прессинга они отрезают одной длинной передачи на варде на варде марес которые могут зацепиться или же они в середине поля за счет коронных средних передач и за счет дриблинга но они двигаются вперед они мяч назад практически не дается и вот центральные центральные защитники опорные полузащитники владеют длинной передачей и спокойно вот выполняют эти нацеленные передачи и ты знаешь вот за этим за этим это вот два два разновидности тактические да вот то что Барселона делает все-таки она больше держит мяч да больше держит мяч и продвигается но там а здесь 30% владения а здесь 30% владения мячом но зато здесь на большей скорости и такого владения нету но быстрый переход из обороны в атаке вот эти два направления и они прогрессивные понимаешь это два два стиля вот и вот будет интересно например посмотреть когда они будут в лиге чемпионов играть вот если бы с Барселоны они играли вот эти два направления зрелищного футбола как бы они между собой боролись как выглядели в любом случае я больше чем уверен больше чем уверен что вот когда команды вот так вот играют вот такой стиль у них да интересно это смотреть и вот этот матч Лестера на одном дыхании с Сити смотрелся да действительно я добавлю что лично для меня Лестер абсолютно претендент на чемпионство еще и почему Сити на 4 фронта Манчестер Юнайтед на 3 Тоттенхэм на 3 у всех Лига Европы правильно Арсенал на 3 кубок все это по-прежнему продолжается у них сейчас вот в феврале они сыграют с Арсеналом две недели паузы все еще в Еврокубках сыграют за это время в кубке в одной восьмой и потом они могут дать себе вот такую передышку в феврале внезапно вот поэтому да Ван Ильин не случайно сказал что они просто перебегали Сити Сити не узнать было они не успевали понимаешь а в свое время Галимзян Хусаинов говорил чтобы быть в порядке вот в той же средней линии да говорит нужно рысачить хорошо вот там рысачили так что они просто этот Сити завозили потом ты учти вот возвращайся вот как они играют они играют там по схеме 4-4-2 да хотя есть схема 4-3-3 но самое интересное что эти все схемы они легко трансформируются в другие схемы когда ты закрываешься и схема 4-3-3 она может трансформируется 4-5-1 при обороне то что и происходило у Лестера когда они оборонялись другое дело давайте паузу и продолжим 4 балла на улицах Москвы местами затруднения оценка портала Яндекс.Пробки крупнейшее на Носовихинском шоссе от Южной улицы до проспекта Жуковского уже практически час будете ехать Калужское шоссе от Умкада до поселка Газопровода полчаса потеряете окружной проезд от улицы Уткино до Щелковского шоссе тоже полчаса Спорт ФМ 100% футбола По-прежнему Александр Бубнов Дмитрий Дерунец вот так зацепил Александр Бубнов Лестер Сити команда действительно открытие этого сезона на которую очень интересно смотреть и давайте все вот еще я хочу добавить вот сейчас Лестер футболистическое они их как минимум используют в игре и очень хорошо вот здесь взаимосвязи очень хорошие и ты правильно заметил что вот эти модели игры использовать нужен большой очень объем беговой работы технико-тактической вот и у них это сейчас вот они в полном порядке ты я бы еще добавил уже связываясь с нашим чемпионатом Мусата Лестеровский игрок на 100% они же не просто так его ведут да да и с той лишь разницей с той лишь разницей что Мусу Мусу все-таки если его будут использовать да то его будут использовать все-таки как инсайда или как крайнего хамбека потому что там ярко выраженный такой центральный это понятно это в любом случае многофункционалист Мусе это сильно разнообразит группу атаки как раз вот такого типа игроки они сейчас востребованы не только в Лестере вот по той модели игры которая играет вся премьер лига английская вот сейчас с учетом того что они видят Лестером как раз вот таких игроков сейчас и ищут потому что когда нет таких игроков то тогда игра замедляется а обрати внимание вот эта группа атаки в четыре человека у Лестера они все скоростные да очень быстрая игра Лестера напоминаю в ближайший уикенд только-только встречались казалось бы первая и вторая команда Лестера Манчестер Сити в это воскресенье опять первая и вторая команда играют теперь Арсенал Лестер то что я тебе то что я тебе говорил сейчас интересно будет посмотреть знаешь в каком смысле потому что Арсенал по своей философии игры он все-таки ближе к Барселоне к Барселоне они долго держат мяч разыгрывают и там креативные футболисты есть которые могут очень точно тонко неожиданно сыграть и точно ко всему вот а здесь более такая мощная и скоростная команда вот эти два стиля вот сейчас они сойдутся только я говорил видишь в Лиге Чемпионов было бы интересно посмотреть как Барселона вот с командой типа Лестера сыграет ну а сейчас будет интересно в чемпионате Англии посмотреть как Арсенал сыграет с Лестером больше того обрати внимание Арсенал в свое время тоже был на первых позициях да они все-таки Лестера обходили а сейчас уже 6 очков отрыва у Лестера и тактическая ничья даже на выезде Арсеналу сейчас кровь из носу нужно обыгрывать Лестер потому что если они сейчас Лестер не обыграют да у себя еще дома то Лестер уже далеко очень далеко оторвется от Арсенала да и здесь я бы уже немножко так посмотрел вперед нам часто судьба преподносит такие знаки в последнем туре Лестер играет в гостях против Челси вот это будет передача представляете чемпион прошлого года спорт.фм 100% футбола 100% футбола так много мы посвятили внезапно сегодня с Александром Викторовичем время английскому футболу давайте вернемся к российскому напомню через 15 минут уже меньше стартует игра между Краснодаром и Спартаком будем за ней следить Рубин выигрывает у Литекса обращаем тоже внимание казанцы проводят свою игру ну и вопрос здесь после потери Мауриси упадет ли вниз Терек ну откровенно говоря конечно я жду от Терека спада серьезно в результатах по второй части сезона дело в том что они там сейчас приобретают снова бразильцев и по тому составу который у них есть вот если хорошо впишутся тем более у них у Терека основной состав стабильный игра уже есть и вот сейчас контрольные игры которые они играют они тоже достаточно уверенно их проводят поэтому сейчас уже на сегодняшний день говорить на 100% что потеря Мауриси как-то скажется пока еще рановато с другой стороны с другой стороны как себя Мауриси проявляет в Зените мы видели да вот это говорит о том что приобретение для Зенита очень хорошее и он очень быстро вписался в стартовый состав и это это однозначно усиление для Зенита средней линии давайте скажем о Тереке что помимо того что ушел Мауриси действительно в клуб кое-кто пришел защитник Заурбек Плиф из Кайрата защитник Люк Уилкшир ну тоже это один помоложе другой наоборот сверхопытный но при этом мы конечно понимаем что ему уже очень прилично и он полгода не играл вообще дело в том что даже больше даже он около 9 месяцев не играл пошли слухи что Лебединка еще может покинуть Тереков Кудряшов поэтому у них потери могут быть приличны с другой стороны я не думаю та ситуация которая сейчас сложилась и Рахимов об этом часто говорил у них сейчас хорошая позиция для того чтобы бороться за Еврокубки я думаю руководство Терека приложит все усилия чтобы найти достойные замены а может быть даже еще и усилиться по сравнению с тем что у них было ну и действительно как вы правильно говорите приобретен бразилец Педро Кен у него такое японское происхождение полузащитник 28 лет играл только на родине за разные клубы в аренды много отдавался играл однажды за сборную Бразилии за олимпийскую команду ну в общем больших каких-то там только штат чемпионат одного из штата выигрывало и все полузащитник как где его тут посмотреть довольно сложно пока что Терек очень необычное место для сбора выбрал это Мальта и откровенно говоря играет с клубами очень среднего уровня если вы говорили о том что в целом наши клубы играют с невысокого уровня соперников потому что Терек вообще тем более потому что там одни мальтийский клуб практически никто больше не готовится больше того я тебе знаю что скажу сейчас Черчеслав сделал такое заявление что Черчесов сделал заявление что футбол в польской лиге быстрее чем в РФПЛ представляешь поляки поляки играют быстрее чем мы играем это конечно такое может быть и спорное для кого-то как кажется из нас заявление ну не знаю сложно следить за польской лигой пристально Черчесов слава богу хорошо российскую премьер-лигу знает вот поэтому просто так он говорить не будем а что сейчас как выглядит сборная Польша мы видели на чемпионат Европы она едет и какие там игроки больше того и игроки сборной Польши есть и у нас в чемпионате России тот же Рыбус кстати Рыбус хотели купить из Терека звали в Англию правда в чемпионшип в Мидлсбро но правда так клуб Мидлсбро это уже без пяти минут на мой взгляд клуб премьер-лиги потому что достаточно уверенно лидирует Мидлсбро в чемпионшипе и должен в премьер-лигу выходить но не отпустили денег предложили мало на взгляд руководства Терека посмотрим как Рыбус себя проявит во второй части сезона поэтому конечно сейчас по Тереку вопросов достаточно много как команда будет выглядеть потому что потеря Маурисио Дим как Рыбус будет выглядеть Рыбус заинтересован в том чтобы попасть на чемпионат Европы а чтобы попасть на чемпионат Европы нужно хорошо выглядеть правильно вот поэтому то что мы видели Рыбус творил в конце по осени то это впечатляло как и Маурисио но конечно сразу-сразу заменить Маурисио не так просто будет потому что нужно время на адаптацию но тем не менее Там есть бразильцы, и когда есть бразильцы, это значительно легче. Адаптироваться то же самое, как Жилков сказал, что мне в «Зените» было легко адаптироваться, потому что у меня много знакомых. По-прежнему 4 балла по оценке портала «Яндекс.Пробки». Сейчас на улицах Москвы местами затруднения. Крупнейшие пробки на Савихинское шоссе. По-прежнему час будете ехать от Южной улицы до проспекта Жуковского. Ну и давайте оценим ситуацию на Кольцах. МКАД в обе стороны 4 балла, третья транспортная внутренняя 6, внешняя 5 баллов. Садовая внутренняя 5, внешняя 6 баллов. Бульварная в обе стороны 5 баллов. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола, друзья. Чуть больше недели остается до возвращения большого футбола на экраны страны. И мы вас по традиции ждем 16 февраля в Хард-Рок-кафе на Арбате. Вместе с Александром Сафроновым. Матч «Бенфика-Зенит». Большая вечеринка не только Спорт-ФМ, но и перед показом состоится турнир интеллектуальной лиги «Чемпионат» совместно со Спорт-ФМ. Начало турнира в 19.00. Начало матча в 22.45. Не опаздывайте, регистрируйтесь на турнир на портале чемпионат.ком. Если хотите принимать участие. Ну и, конечно, за игрой «Локомотива» и «Финир-Бахче» тоже мы параллельно последим. Напомню, она стартует в 20.00. Это все следующий вторник, 16 февраля. Возвращение большого футбола в Россию. Ну и в Москву в том числе. Хард-Рок-кафе на Арбате. О «Зените» предлагаю поговорить все-таки поподробнее и, наверное, уже в следующем получасе больше уделим внимания. Вот вы сейчас просто короткий вопрос задам. Вы на прошлой неделе говорили, что на данную секунду оцениваете шансы «Зенита» и «Бенфики» как 50 на 50. Вот глядя на матчи «Зенита», что-то покачнулось у вас в какую-либо из сторон? Ты знаешь, нет. Больше того, сейчас уже сам игроки «Зенита» и руководство заговорили и так обеспокоены. Потому что на сегодняшний день «Бенфика» очень здорово выглядит и очень здорово выглядит группа атаки. Там у них «Грек» постоянно забивает, потом «Бразилец» есть. Он лучший бомбандир в свое время, я знаю, лучший бомбандир был чемпионата Бразилии. Его даже «Локомотив» я немножко принимал в этом участие. «Локомотив» хотел приобрести. Вот как раз расскажете уже после паузы. Реклама Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на «Преображенке». ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте «Наследие-халс.ру». Приобретайте подарки для любимых во Внуково Утлет Вилладж. Специальные предложения от Хьюго Босс, Мало, Пинко, Тру Трусарты, Эскада, Келвин Глайн, Томми Хилфигер и других известных мировых брендов со скидками до 70%. Выгодный шоппинг во Внуково Утлет Вилладж. Киевское шоссе 8 километров от МКАД. Жилой комплекс «Микрорайон Немчиновка» в одном километре от МКАД. Предлагает полноценную городскую инфраструктуру. Благоприятная экология, панорамный вид на Москву и всего в 15 минутах от метро «Молодежная». Цены от 4,5 миллионов на готовые квартиры с отделкой. Жилой комплекс «Микрорайон Немчиновка». 8495-135-4004. Продукты питания и напитки со всего мира на международной выставке «Продэкспо». Проверенные рецепты для успешного бизнеса. 8-12 февраля. Экспо-центр на Красной Пресне. 18+. И все-таки счастье есть. Счастье будет. В жилом квартале «Лайфмитинская Экопарк» квартиры с отделкой по специальной цене. Экологически чистый район. Рядом метро и парки. Торопитесь, предложение ограничено. Звоните. 495-641-3535. Проектная декларация на ecodefismitina.pioner.ru «Хамелеон» — новый интернет-портал и мобильное приложение. Радио всех стилей и жанров. Рок, электроника, классика, хип-хоп и многое другое. Авторское видео о том, что интересно тебе. Ты не пропустишь ни одного важного события. Продуманный интерфейс. Читай, смотри и слушай все, что актуально сейчас. Заходи на сайт или загружай приложение. Портал «Хамелеон.фм». Теперь везде, где есть интернет, теперь везде, где есть ты. «Хамелеон» делает твой день ярче. 12+. ЖК «Экадолье Шолохова». 15 километров от Москвы. Просторные дома и таунхаусы от 4 миллионов рублей. Собственный детский сад и школа. Выгодные предложения от застройщика. Звоните. 2-120-666. Проектная декларация на «Шолохова.экадолье.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.фм». 620-46-64. Код Москвы – 495. Мне кажется, в теннисных юбках не слишком-то удобно бегать. Возможно, они просто должны быть короче. Хотя, куда уж короче. Теннисист Андрей Агасси. Муж теннисистки Штефи Граф. «Спорт.фм». 100% футбола. 100% футбола, друзья. С вами Дмитрий Дерунец и Александр Бубнов. Как всегда, пишите, пожалуйста. Будем рады вас читать. Вайбер и WhatsApp. 8-9-2-5-2-2-2-2-2-9-3-2. И, конечно же, СМС-портал 5533. В начале слова «Спорт». Еще полчаса обсуждаем. Российский футбол, прежде всего, стартовала игра «Спартак-Краснодар». Но в начале этого получатся, как всегда, коэффициенты букмекеров. Вот что думает эксперт Винлайна по поводу завтрашней игры. Давайте завтра уже заглянем. Завтра кубковые матчи. Их достаточно много в Европе. Ну, английский кубок. Обратим на него внимание. Вестхэм, Ливерпуль. Переигровка 1-16 финала. И здесь эксперт Винлайна видит фаворитом Вестхэм. 2-44 коэффициент на него. 2-89 на Ливерпуль. Ну, понятное дело, что приблизительно равная игра. Но, учитывая состав, который отправляет Юрген Клоп как раз на кубковые матчи, здесь могут быть варианты. 3-28 на ничейный результат в этой встрече. Тотал меньше 2,5. 1-77. Тотал больше 2,5. 2-02. Ну, и для сравнения, Вильям Хилл. 2-40 на Вестхэм. 3 ровно на Ливерпуле. 3-20 на ничью. Вот так уже стартовала игра Краснодара и Спартака. Внимательнейшим образом Александр Ильич Бубнов следит за этой встречей. Как там первые минуты, Александр Ильич? Ну, что я могу тебе сказать. Спартак начал игру очень агрессивно. Прессингует на половине поля соперника. И тоже вот. Но это спартаковская игра. А Леничев прерывает вот этому поколению, скажем так, Спартака, который сейчас играет, в котором достаточно много легионеров. Вот этот футбол все время вперед-вперед. И очень большими силами группа атаки, большими силами атакуют, чтобы мяч сзади не катать. И пытаются разыгрывать. Кстати, уже один момент был. В общем, здесь Спартак коротким пасом, коротким средним пасом доходит до штрафной площадки Краснодара. И уже один момент создали. Но Краснодар тоже неплохо выглядит. И сейчас потихоньку прибирает мяч к своим рукам. Посмотрим, как дальше события будут развиваться. Но в любом случае и та, и другая команда очень большими силами атакуют. Ну, и давайте теперь последим, конечно, за игрой Краснодара и Спартака. Но говорим о «Зените» и «Бенфике». Да, вот по поводу шансов, по поводу состояния «Зенита». В «Бенфике», конечно, вот как раз закончили предыдущие полчаса на то, чтобы и отмечали невероятного бразильского форварда. «Бенфике» Жонаса. Жонаса, он был в свое время лучший бомбандир чемпионата Бразилии. И я, в общем-то, немного участвовал, потому что я «Оскара» знал хорошо, которого Академия сейчас, это бывший капитан сборной Бразилии. И когда я в Академии был, там шел разговор, локомотив при «Белоусе», когда «Белоус» спортивный директор был, они хотели его приобрести. Он как раз на то время был лучший бомбандир в Бразилии. Но сделка не состоялась, хотя он стоил недорого на тот момент, 4 миллиона долларов, по-моему, даже не евро стоил на тот момент. Но сделка не состоял, потом он в Испании оказался. И вот сейчас вот в конце концов он оказался в «Бенфике». И очень здорово себя проявляет уже, 23 гола забил. И, в общем-то, это претендент потенциальный на золотую бутцу. То есть он свои бомбандистские качества подтверждает. И плюс там есть забивной у них еще Грек. Константина Смитроглу, Коста Смитроглу. Смитроглу, да. Который тоже очень результативно играет. А с учетом того, что все-таки у «Зенита» есть определенные проблемы в обороне. Даже сейчас, играя с командами невысокого уровня, «Зенит» постоянно пропускает. Поэтому игра очень серьезная предстоит. И с учетом того, что «Бенфика» на сегодняшний день на лучшем игровом ритме находится, чем «Зенит». И плюс они там уже говорили, что внимательно наблюдают. Но не только наблюдают. Они «Халка» прекрасно знают. И поэтому они понимают. И мы здесь вот видели на сборах, что «Халк» — это настоящий лидер. И он очень сильно себя проявляет. И игра с «Халком» и без него, в общем-то, разнится у «Зенита». И вот у них там специальный план. Они считают, что в первую очередь надо «Халка» нейтрализовать. А потом будет «Зенитом» легче будет. Не хитрый план, надо сказать, что есть в этом, конечно, смысл. Ну, давайте, исходя из турнирной таблицы этого сезона, посмотрим. 2015-2016 «Бенфика» и «Спортинг». На этот раз идут ноздря в ноздрю, борются за чемпионство. «Бенфика» не очень хорошо начала. Там к первым восьми турам три поражения уже были. Но вот спустя, вот сейчас уже с девятого по двадцать первый тур, насколько получается, двенадцать игр. У них, по-моему, там новый тренер, да? Да-да-да. Одна ничья всего лишь навсего. Вот в период с октября по февраль. Одна ничья. И они сейчас на хорошем ходу. И не случайно, я еще раз говорю, и «Халка», и «Велосбов» уже говорили, что нам нужно, у нас еще есть время. Ну, какое там времени? Времени совсем немного. Хорошо подготовиться к «Бенфике». Знаешь, они это говорят. Единственное, что я хотел бы отметить, невероятным образом сложился календарь таким, что перед «Зенитом» сейчас «Бенфика» играет против «Порту», а перед ответным матчем против «Спортинга». То есть важные матчи перед «Зенитом», самые важные, которые только могут быть в чемпионах страны. На дороге Москвы вновь и вновь мы переносимся. По-прежнему 4 балла по оценке портала «Яндекс.Пробки». Местами затруднения уже даже 5 баллов. Прошу прощения, движение плотное. Крупнейшей стала пробка на проспекте «Мира» от Крестовского путепровода до улицы Докукино. Время проезда 46 минут. Профсоюзная улица, Калужское шоссе от метро «Теплый стан» до поселка «Газопроводы». Тоже традиционная пробка на 40 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола, но отметим. И да, тут вот тоже момент. Сейчас, допустим, Манчестер-Сити будет собираться даже небольшой скандал разгореться. Пока об этом мало пишут. Но кубковую игру с Челси поставили на воскресенье. При том, что могли на субботу. Но вот там совсем иные законы, да, в Англии. В 1-8 играет в воскресенье. При этом в Киев надо вылетать в понедельник. Потому что игра в среду в Лиге Чемпионов, да. И англичане могли бы подвинуть, да, ну ради участника Еврокубков, ну сыграйте во вторник, да. В субботу хотя бы, да. Но нет. И собирается даже Мануэль Пелегрини возможно выставлять молодежный состав на игру против Челси, чтобы всем дать отдохнуть. Пока этот скандал еще не разгорелся, пока это только такие планы. Но может быть. Что делает чемпионат Португалии? Матч Бенфика-Порту на этой неделе состоится в пятницу. Вот как. Для того, чтобы дать пор, Бенфике подготовиться к зениту, к вторникам. Да, в принципе это предусмотрено и по обоюдному согласию можно передвигать. Но видишь, как в английской премьер-лиге календарь... Приоритет. Приоритеты другие. Календарь это святая корова. И там, чтобы не было, их не интересует, где вы играете, как вы играете со сборной. Нет, Александр Ильич, ну здесь календарь внутреннего чемпионата мы не трогаем. Это кубок. Понимаете? Это кубок с Челси. Могли бы назначить? Эта же встреча назначается вот сейчас. Дим, Дим, игры на кубок, игры на кубок и игры в чемпионате ставятся заранее, правильно? И они известны, и они об этом прекрасно знают, о сроках. Однако же они никакие коррективы не вносят ни до начала чемпионата, ни по ходу его. А ты сам знаешь, помимо игр чемпионата, там они разные кубки играют и достаточно много трофеев. И поэтому для них это привычно и естественно они органично вписываются в календарь и они никогда на изменение календаря не пойдут, в отличие от нас, предполагаю. Ну здесь, кстати, свои плюсы и минусы могут быть, и по-разному можно к этому относиться, но факт действительно ставится фактом. Так что Бенфика ждем, вот я думаю внимательнейшим образом и Виллажбош будет следить за игрой Бенфика Порта. Он, кстати, был на последней игре Бенфики Виллажбош и внимательно смотрел. Да, неоднозначная была еще, скажем, еще раз скажем, вот эта вот осенняя часть, но сейчас Бенфика, по крайней мере, во внутреннем первенстве набрала очень приличный ход. И Жанас забивает много, Митроглу помогает, всего-то взятый в аренду у Фулхома, напомню, у клуба чемпионшипа на этот сезон, и казалось, он уже не будет каким-то сверхзабивным нападающим. Но вот в Бенфике раскрылся достаточно прилично. Как Зенит? Зенит вам как? Вот вы смотрели эти матчи? Ну, сейчас Зенит на сто процентов не готов именно функционально. Они те скорости, которые должны быть для игры, чтобы Бенфику пройти. и здесь, видишь, как для Зенита будет важно очень вот этот первый матч, да, желательно забить и не дай бог крупно проиграть. Я имею крупно проиграть это разница в два мяча, 2-0 это уже счет очень плохой, да, потому что там у Зенита время будет, потому что следующая игра будет аж только 9 марта, по-моему, да? Да, но, естественно, и тут Зениту уже поможет и стартовый тур, и кубок уже сыграют с Кубани. Нет, но и потом время будет. Сейчас пока, сейчас пока вот до первой стартовой игры, хотя подготовительный период уже достаточно долго идет, и Виллаж Боу в таком ритме все время работал, у него есть программа подготовки команды вот за такой период. Но, я тебе говорю, это не только я говорю, который игры видел, но и это говорит и Халк, и Виллаж Боу, что им еще надо очень много работать, чтобы хорошо подготовиться к игре с Бенфикой. Следующую четверть продолжим еще все-таки пару слов о Зените. Скажем, потому что Жирков, Кокорин уже вышли на поле, уже помогли. Все-таки Зенит никто не покинул. Обращаем на это. Новости, статистика, трансферы. Можно получать уведомления в реальном времени через 3 секунды после событий матча. А теперь еще и слушать Спорт.ФМ онлайн прямо из телефона. Набирайте в Google Play или Apple Store 365 футбол и скачивайте приложение 365 scores. Александр Бубнов, Дмитрий Дерунец. С вами еще четверть часа в этой студии. Александр Григорьевич, все-таки вопросы с предыдущей части нашего эфира по поводу новичков Зенита. Видите ли вы кого-то? Понравился ли вам кто-то настолько, чтобы сразу ввести его в стартовый состав на матч против Бенфики в гостях? Ты знаешь, то, что я видел, то видно, что Жирков, о чем мы и говорили, что он неплохо выглядит. Неплохо выглядит, и он сам сказал, что мне легко адаптироваться было, потому что я многих игроков знал, и это действительно так. Плюс Жиркова и опыт очень большой. И это футболист, который, в общем-то, и серьезно и к режиму относится, поэтому ничего удивительного в этом нет. Я вот посмотрел за Кокориным, но, конечно, он еще не в оптимальном своем состоянии с начопингом. Я смотрел, и хотя 2-0 ввели, он там, в общем-то, ничего такого сверхъестественного не сделал. Но, видишь, Крышина говорит, что это хороший форуат, и ему с ним легко играть. Но это имеется в виду, когда он подключается, да, и потом Кокорин на скорости может открыться, и ему можно длинную передачу дать, и он может за мяч зацепиться и сохранить его. Вот какие оценки. Больше того, Виллос Борж сказал, что для первого раза он неплохо выступил, но я не думаю, я не думаю по тому состоянию, по которому есть, и вот мы сейчас еще будем смотреть, как они будут готовиться, что это игрок стартового состава Кокорин на сегодняшний день, тем более в игрой с Бенфикой, в первом матче. В перспективе, в перспективе, да, и опять же, Кокорин сам заявил, что, говорит, я, говорит, в последнее время столько в футбол не играл, сколько в «Зените» за несколько тренировок, что он под этим подозревал, качество упражнений, требований, вот, но факт остается фактом, что ему, судя по всему, нравится, но и самое главное, там все-таки конкуренция есть, и ему придется, не просто ему придется в конкурентной борьбе, да, завоевать место в стартовом составе. То есть, Маурисио вы пока не рассматриваете как игрока? Не, Маурисио, то, что я видел, вот, это, Маурисио, это игрок уже стартового состава, причем, ты знаешь, он даже лучше. оборот, для вас вероятнее появление Маурисио в стартовом составе? Маурисио, Маурисио, вот, с точки зрения организации игры, организации игры в середине поля, да, то Маурисио сильнее Гансио, и он как раз вот на этой позиции и играет. Вот, и выглядел, выглядел очень хорошо вот с том же начопингом, они 2-0 вели в первом тайме, и, в общем-то, все было под контролем, да, а во втором тайме, видишь, как там даже ничья 2-2 была, когда уже поменяли. То есть, вот, кто вписался уже и гармонично смотрится, так это Маурисио. Но это не факт, я не знаю, какие там планы у Виллаж Боуша. Но нужен же все равно в такой игре против Бенфики, которая будет атаковать разрушитель именно, Маурисио все-таки не разрушитель. Да, да, не, но он, Маурисио, он уже, особенно в последнее время, сначала нет, а в последнее время он уже был адаптирован на разрушительную игру такую, более-менее качественную, да, но я тебе еще раз повторяю, если его брать Гансио и его, то это небо и земля с точки зрения организации игры в атаке. Поэтому здесь у Маурисио предпочтение. А кого выберет Виллаж Боуш, это все будет зависеть от модели игры, какая модель игры он выберет на игру с Бенфикой в первом матче. Вот, чтобы подвести, да, черту, кого вы вероятнее все-таки видите в стартовом составе, Жиркову, Кокорина или Маурисио? Я думаю, первое, Маурисио с Жирковым это наиболее вероятные кандидаты, скажем так, в стартовый состав на сегодняшний день, потому что Кокорин еще не в своей оптимальной форме находится. Ну что же, в оставшейся части, в оставшиеся минуты нашего эфира зачитаем ваше сообщение. Вопросов много, постараюсь так в режиме Блиц дать возможность Александру Викторовичу на них ответить. Спартак-Краснодар или Краснодар-Спартак ничья 0-0. Пока что игра так успокоилась. Но правда у Вари был голевой момент в дальний угол. Да, у Вари неплохой был. Подскажите, пожалуйста, Спартак-Москва кроме Мельгареха никого не приобрел, с кем-нибудь ведутся переговоры. Спасибо. Никого не приобрел. Ведутся переговоры с еще одним игроком группы Атаки. Пока все. На этом по поводу потенциальных приобретений Спартака. И вновь на дороге Москвы. 6 баллов уже. Движение затруднено. По-прежнему самая длинная пробка на проспекте Мира. От Крестовского путепровода до улицы до Кукина. Час будете здесь ехать. Бульварное кольцо. Будьте внимательны. Внешняя сторона от Казарменного переулка до Причистинской набережной свыше получаса. Третья транспортная внутренняя сторона от Кутузовского проспекта до Ленинградского проспекта также свыше получаса. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА То есть та самая пара, которая вышла на поле в стартовом составе. Потому что в Центре обороны все-таки должны с учетом того опять, что Оленичеву нужно обязательно добиваться той задачи, которая постоянно попадает в четвертку. Я думаю, он сделает выбор в пользу опытных игроков. С кем будет играть сборная России по футзалу в четвертьфинале, Дмитрий? С Азербайджаном. Играем с Завтром. Можно ли было удержать Ньясса? Вам вопрос. Ньясса можно было удержать, но, видишь, как у Локомотива то ли положение финансовое на сегодняшний день не очень хорошее, потому что, видишь, то, что игрок нужен, это однозначно, но, видишь, как поступило предложение, от которого руководство Локомотива не могло отказаться. На ваш взгляд, Андрей Вилышбов, что куда лучше пойти работать, в Порту или в Валенсию? Вот как спрашивают. Я думаю, что в Порту. Тоттенхэм вы видели? Вот к нашему английскому разговору. Видите ли их? Тоттенхэм я не видел, но сейчас вот в ближайшее время я посмотрю, потому что он там вверху турнирная таблица и, в общем-то, тоже достаточно уверенно выступает. Ну что же, друзья, будем уже потихоньку подводить итоги. Очень здесь интересный вопрос по поводу сборной, символической сборной России из СССР всех времен от Михи. Миха, ну, наверное, в следующий понедельник уже постараемся очень такая интересная тема на целую четверть посвятим. Если вы напишите все-таки еще раз нам это сообщение. Да, 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 свой состав Александр Ильич как раз подготовится. Спасибо большое. Говорим Александру Бубнову, нашему постоянному эксперту. Сейчас встречайте коллег Алексей Золин, Артем Дроздов. Классический вариант ведущих топ-спорта. Очень много эксклюзивных тем. Не пропустите. Реклама Откройте вклад «Энергичный процент» в Росэнергобанке. Это вклад до 12,5% годовых. Сейчас время для сбережения средств в надежном банке. Подробнее об условиях вклада можно узнать на сайте росэнергобанк.ру или по телефону 8 800 200 2 12. КБ Рэп Ау. Лицензия ЦБ РФ номер 2211. Надо брать Анискина, надо брать срочно! Анискина, Анискина, скоро будет дороже, дороже, дороже! Кеш, ты вот скажи, ты попугай или ворона? Ну, что ты каркаешь? Да правильно он говорит. Пока дешево... Надо брать, брать, брать! Жилой комплекс Анискина. Квартиры от 1 миллиона 302 тысяч рублей. Проектная декларация на ЖК Анискина.РФ Продукты питания и напитки со всего мира на международной выставке Продэкспо. Проверенные рецепты для успешного бизнеса. 8-12 февраля. Экспо-центр на Красной Пресне. 18+. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Мама, мы выбрали квартиру. Там такая архитектура. Поблизости набережная и собственный театр. Бабушка, и парк будет рядом. Елизавета Петровна, всего 150 тысяч за квадратный метр. Даже выгоднее, чем у Орловых. И нечего сравнивать. Это же ЗилАрт. Жилой комплекс арт-класса. ЗВОНИТЕ 495-228-2288 Проект группы ЛСР Проектная декларация на сайте zilart.ru Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Спорт-ФМ Сто лет в истории спорта на Спорт-ФМ 1903 год. Братья Райт Братья Райт поднимают в воздух первый в мире самолет. Начинается сооружение Панамского канала. Сторонники Владимира Ленина в рядах Российской Социал-Демократической партии выделяются в крыло большевиков. А в это время 40 крупных французских промышленников, не нашедших согласия по поводу шпионского дела Дрейфуса приводят к расколу в мире спортивной прессы, которую в те времена спонсировали автопроизводители. У крупнейшей газеты Леви Ло появляется конкурент под названием Ле Алто. Редактор новой газеты Анри Дегранж запускает рекламный проект «Многодневную велогонку по дорогам Франции». Революционный формат соревнования с наградами за победу на отдельных этапах и огромным призовым фондом привлекает несколько десятков лучших гонщиков континента. О победе Мариса Гарена трубят все издания Европы. В наши дни «Многодневка», известная ныне как «Тур де Франс», главная велогонка мира. А газета «Экип», потомок Ле Алто, расходится миллионными тиражами. Слушай каждый день истории спорта. Мужские разговоры в прямом эфире. Да вы авокатом, по большому счету.